Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слово Святаго Иоанна Златоустого о Девстве. Продолжение. Что я говорю о Мариаме? Даже дети, игравшие под Левиклиема, когда сказали Елисею только, иди, Плешивый, 4 Царств 2, 23-24, так прогневали Бога, что при этих словах медведицы напали на их толку, их было 42, и все они тогда были растерзаны этими зверями. Ни возраст, ни многочисленность, ни то, что они говорили это в шутку, ничто не спасло отроков. И весьма справедливо. Если принявшие на себя такие подвиги будут осмеиваться и детьми, и взрослыми, то кто из слабейших решится принять на себя подвиги, преследуемые насмешками и глумлением? Кто из народа будет ревновать о добродетели, в виде ее в таком посмеянии? Если теперь, когда ей все везде удивляются, не только те, которые упражняются в ней, но и те, которые отпали от нее, многие не решаются и уклоняются от этих подвигов, то скоро ли кто-нибудь захотел бы избрать ее, если бы видел, что все люди, кроме того, что не восхищаются ею, но еще клевещут на нее. Мы уже очень крепкие. И как бы уже переселившиеся на небо, конечно, нисколько не нуждаются в ободрении от толпы. Для их ободрения вполне достаточно похвала от Бога. Но слабейшие и недавно приступившие к этому подвигу получают немалое подкрепление от мнения народа, пока руководимые всеми, они мало-помалу достигнут того, что не станут нуждаться в таком руководстве. И не для них только бывает это, но и для спасения самих издевающихся, чтобы не преуспевали больше своей порочности от того, что не получили никакого наказания за прежнее. При этих словах мне пришло еще на память случившееся при Илье. Четвертое царство, 1 глава 9 и дальше. Что за Елисея потерпели дети от медведиц, то же за учителя его потерпели два пятидесятка мужей, царя Орхозии вместе с начальником их от огня, воспламенившегося свыше. Когда они с великой насмешкой, подойдя к горе, где сидел Илья, звали праведника и приказывали ему сойти к ним, то не шедший вместо него огонь поглотил всех их подобно тем зверям. Итак, все вы, враги девства, размыслив об этом, приложите двери и запоры к устам своим, чтобы и вам день суда, когда увидите там блистающих девствам, не пришлось говорить. Это тот самый, который был у нас некогда по смеянии и притчу по руганию. Безумные! Вы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестную. Как же он причислен к сынам Божьим и жребия его со святыми? Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. Премудрость 5, с 3 по 6 стихи. Ну что польза от этих слов в то время, когда уже покаяние будет бессильное? Может быть, кто-нибудь из вас скажет, неужели с тех пор никто не поносил святых мужей? Поносили многие и повсюду на земле. Почему же, скажет, они не подвергались такому же наказанию? Подвергались. И мы знаем многих из таких. Если же некоторые избегали его, то не избегнут до конца, ибо по свидетельству блаженного Павла грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. 1 Тимофея 5, 24. Как законодатели оставляют отмеченными в записях наказания преступников, так и Господь наш Иисус Христос, наказав того или другого из грешников и отметив их наказание, как бы над медным столпе, письменам, посредством случившегося с ними, внушает всем, что хотя в настоящее время не наказываются другие, согрешившие одинаково с наказанными, но они в будущее время подвергнутся тягчайшему наказанию. Итак, мы, если безменно согреша не терпим никакого зла, должны не восхищаться этим, а сильнее бояться. Если мы здесь не подвергнемся суду Божию, то там со всем миром будем осуждены. Это опять не мой приговор, но Христа, вещающего через Павла. Беседуя о тех, которые недостойны и приобщаются тайн, он говорит, «Оттого многие из вас немощные и больные немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 1 Коринфянам 11, глава с 30 по 32 стихи. Есть такие люди, которые нуждаются только в здешнем наказании, когда их грехи умерены, и они, будучи наказаны, уже не возвращаются к прежнему, подобно псу, возвращающемуся к своей блевотине. Есть и такие, которые за чрезмерность пороков понесут наказание здесь и там, а иные, превосшедшие всех своими злодеяниями, там подвергнутся мучению, не удостоившись принять наказание вместе с другими людьми. Подвергаются ударам вместе с другими людьми. «И с прочими людьми», говорится в Писании, «не подвергаются ударам». Салом 72, 5 стих. «Как соблюдаем мы на казнь вместе с бесами. «Идите от меня, скажет Господь в огонь вечную, готованный дьяволу и ангелам его». Матфея 25, 41. Многие восхитили священство посредством денег, но не имели обличителя, они услышали того, что некогда Симон Волх услышал от Петра. Но через это они не избежали наказания, подвергнутся гораздо тягчайшему, нежели то, какое они должны бы потерпеть здесь, за то, что не вразумились этим примером. Многие отважились на дела Кореи и не пострадали, как Кореи. Но впоследствии они потерпят большее наказание. Многие, соревновавшие нечестью фараона, не были потоплены в море, подобно ему, но их ожидает пучина гиенская. И называвшие братьев своих уродами еще не подверглись наказанию, потому что для них казнь уготована там. Итак, не думайте, будто определение Божие суть только слова. Для того он исполнил некоторые из них самих делом, например, на Цапфире, на Ахаре, на Ароне и многих других, чтобы неверующие словам его удостоверившиеся из дел перестали, наконец, обольщать себя мыслью, что они не будут наказаны, а убедились, что Богу по благости его свойственно давать время грешникам на покаяние, а не вовсе оставлять без наказания пребывающих во грехах. Можно бы и больше сказать доказательства того, какой огонь уготовляют себе те, которые унижают красоту детства. Но для здравомыслящих довольны этого. Неисправимых же и безумствующих, и гораздо пространнейшая речь не может удержать от безумия. Посему, оставив эту часть речи, все следующие скажем для здравомыслящих, возвратившись опять к блаженному Павлу. А о чем вы писали ко мне, говорит он, то хорошо человеку не касаться женщины. Пусть устыдятся теперь и те, и другие, охудшающие брак, и превозносящие его достоинству. Тем и другим блаженный Павел заграждает уста, как посредством этих, так и следующих, затем слов. Продолжение следует.